Добрый вечер! Здравствуйте! Новости бывают хорошие, бывают плохие. Мы считаем, что новость, над которой посмеялась вся страна, автоматически становится хорошей. В эфире только хорошие новости в программе Чисто Ньюз. Коротко о главном. Украинская церковь начала помогать военным не только молитвами. Из-за обильных ливней в Межигорье у животных началась паника, они разбились по парам и приступили к поискам ковчега. В Запорожье найден памятник Ленину-баскетболисту. В продаже появился велосипед Украина, работающий от батареи. После того, как работникам курьерской службы понизили зарплаты, они начали мстить. Теперь об этом и многом другом более подробно. Петр Порошенко с официальным визитом посетил Варшаву, где встретился с президентом Польши Брониславом Комаровским и президентом США Бараком Обамой. И Комаровский, и Обама выразили надежду на то, что ситуация в Украине стабилизируется, и обещали обеспечить всестороннюю поддержку европейских устремлений Украины. Если перевести это с языка дипломатии на простой человеческий, то это означает примерно следующее. Удачи, ребят, у нас дела. На улицах Киева и других крупных городов плакаты с предвыборной агитацией заменили плакаты с благодарностью избирателей. Больше всего таких плакатов у Петра Порошенко с фразой «Дякую за дувир». Также свои благодарности высказали и другие кандидаты. Михаил Добкин. Ну, хоть так. Вадим Рабинович. А шо так мало. И Юлия Тимошенко. Эх, вы. Верховная Рада Украины все-таки проголосовала за снятие депутатской неприкосновенности с Олега Царева. Вот табло с результатами голосования. За 347 человек, против 0, что 11. Таким образом, бывшего депутата лишили неприкосновенности и объявили в розыск. Штаб национальной защиты Днепропетровской области объявил за его поимку награду в 500 тысяч долларов. Наконец-то Олега Царева по достоинству оценили на родине. 500 тысяч – сумма немало. И Игорю Коломойскому уже поступило несколько анонимных звонков. Женский голос говорил шепотом. Я знаю, где он. Громче говорить не могу, а то он проснется. По информации, которая располагает СБУ, на востоке страны Россия готовит провокации с использованием украинских самолетов, захваченных в Крыму. С учетом того, в каком состоянии находились украинские самолеты, провокации будут не в небе, а, скорее всего, на дорогах. При этом Владимир Путин на своей пресс-конференции официально заявил, цитирую, «Российских военных специалистов на территории Восточной Украины не было. Нет. И посмотрим». Новости столицы. Информация для офисных работников Киева. На этой неделе американские специалисты проводят бесплатный тренинг на тему, как правильно реагировать на шутки начальства. На Троещине батюшка занялся духовным образованием молодежи и научил их отличать светлое от темного. А главное – от безалкогольного. В киевских школах уже открывают детские лагеря отдыха. Детские лагеря отдыха. Я специально повторяю детские лагеря отдыха для программы Дмитрия Киселева, чтобы в российских СМИ не появился репортаж про не детские лагеря и совсем не отдых. Из столицы перенесемся на Запад Украины. На связи наш специальный корреспондент Артем. Здравствуйте, Артем. Здравствуйте, ребята. Привет из Львова. Так уж сложилось, что в нашей стране последние 4 года условия диктовали Донецке. Поэтому я решил восстановить справедливость и спросить у львовян, чего они требуют от нового президента. Это не справедливо. Как это не справедливо? Ну так, Украина не только из Львова и Донецка складывается. А еще и Киев, Невы, Петровск, Одесса. О, и это нужно Петру Порошенко тоже понимать. Это само собой. Я считаю, что нужно распустить Верховную Раду и заново ее исправить. Слушайте, куда уж больше. Они такие там распущенные. Уж дальше некуда. Пельги позбавлять себе. Позбавлять или позволять? Позбавлять. Позбавлять, да. Вы четче говорите, потому что сейчас они услышат позволять. И как позволят себе такие пельги, что... Мама не горю. Ну, что жесткость, то есть, ну, и чтобы никого не разочаровал. Вот так вот. Да. Да. Как-то вы скромно так ответили. Если бы я спросил, что делать, Виктор Федорович, вы бы сразу мне сказали. Ну, застрелиться. Что я буду делать еще? А правительству? Что вообще делаешь? Симоправительству? Что сейчас делать? Ну, если бы я была в правительстве, я бы что-то решала. А что я могу решать? Так, регистрируйтесь, баллотируйтесь, избирайтесь, становитесь. Дайте денег. Началось. А это точно Львов? Это точно не Одесса? Нет Львова. А то дайте денег сразу. Дайте денег. Дайте денег. Самый парш, давай ты больше врушай детям. Детям. Детям? Да. А сколько у вас детей? Двое. Двое? И на двух их побольше, да? Да. А тогда правильно. Что сейчас делать новому президенту? Что ему делать? Заводы запустить, чтобы ликвидовать безработницу. Безработницу? Так. А-а-а. Движи. А-а, так болтает только партия, болтает этот Кравчук. А Кравчук уже давно не президент. Обманул людей. Скажите, пожалуйста, а вы случайно не дочка Пшонки? Просто вся в золоте такая. Нет? Показалось. Что ему делать? Что ему делать? Заводы запустить. Ага. Ликвидировать безработницу. Вот сказать, вот мы вот такой и такой завод запустили. Ага. А не болтать языком. А безработница что делать? Что делать? Все безработница что делать. Ну, что с ней делать? Ну, завод, фабрику запустить. Ага. Какую-то. Или безработницу, да? Ага. 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 Мы прийдемо его на объем. Ага. Бухгалтер. Таких взрос. Ага. Бухгалтер. Ну, тогда до побачивания. Це був Артем з миста любив. Попиво. Попиво. Спасибо, Артем. Берегите себя. Мы продолжаем. Российские власти уверили автомобилистов, что после отключения системы GPS на территории страны проблем с навигацией не будет. Теперь по дорогам будут ездить специальные автомобили, раздающие Wi-Fi. Сеть супермаркетов Ашан открыла свой филиал в Голландии. Посол США в Лихтенштейне Сюзан Ливайн стала первым государственным деятелем, который принес присягу на электронные книги, в которые была закачана копия Конституции США. По словам владельца этой книги, Сюзан также поклялась на Гарри Поттере, 50 оттенков серого и фотографиях хозяина с отдыха в Черногории. 1 июня азербайджанские авиалинии во время полетов кормят пассажиров блюдами национальной кухни. Жители Молдовы по-прежнему испытывают сложности при вызове пожарной службы. От новостей дальнего зарубежья перейдем к зарубежью недавнему. Для жителей Крыма у нас есть две новости – хорошая и плохая. Начнем с плохой. За каждого отдыхающего теперь придется платить налог. Ну а хорошая – пока отдыхающих в Крыму особо не наблюдается, поэтому налоги платить не нужно. В Крыму на российских рублях появилась дополнительная защита от подделок. Крымская таможня не пропустила на полуостров 3 тонны украинской колбасы, которая не соответствовала российским требованиям. Напомним, что российская сторона требовала от колбасы признания Крыма исхонно русской территорией. В связи с тем, что российские граждане не могут попасть на полуостров через материк, руководство Крыма уже приступило к строительству тоннеля под Керченским проливом. Как заявляют сами жители Крыма, на самом деле больших проблем с водой они не ощущают. Вода есть, главное ее не пропустить. Настало время рубрики «Говорит и показывает интернет», и мы передаем слово Артему. Каждый день в интернете появляются миллионы смешных картинок. Все, естественно, показать мы не сможем, но самые яркие из них, связанные с нашей страной, смотрите сегодняшние рубрики. Вот, например, шикарное чувство юмора у одной из турфирм Тернополя. На этих выборах каких только бигбордов не было на улицах нашей страны, но самые интересные из них были в интернете. Отдельного внимания заслуживают комментарии к некоторым фотографиям. Вот, например, логичный вопрос. Дурик, ты зачем усызбрил? Или вот, веселый комментарий к не совсем веселой фотографии. Отдельное спасибо от себя и Дмитрия Киселева хотелось бы сказать и Елене из Днепропетровска, которая разыскала первого афробендеровца. А иногда смешные фотографии можно найти на серьезных новостных сайтах. Вот так, под новостью о состоявшемся в России фестивале «Маленький кулинар», на котором юные умельцы посоревновались в изготовлении тортика под названием «Родина», выставили вот эту фотографию. На этом я с вами прощаюсь и в конце хотелось бы добавить, что народ с таким чувством юмора просто не победит. Спасибо, Артем, и спасибо всем пользователям интернета, которые каждый день поднимают нам настроение. Новости шоу-бизнеса. В рамках турне всемирно известной певицы Леди Гага на одной сцене с ней выступит победительница Евровидения Кончита Вурст. Инициатива исходила от самой Леди Гага, наконец-то у нее появилась возможность показаться на людях с подружкой, которая страшнее ее. В польском «Х-факторе» победил украинец Артем Фурман. Судя по фамилии Фурман, у нас есть подозрение, что в схеме замешана еще одна нация. Клип «Гангнам стайл» до сих пор остается самым просматриваемым на ресурсе YouTube. И количество просмотров постоянно растет, в основном за счет того, что сейчас люди с недоумением пересматривают ролик, чтобы понять, что же такого нам нравилось в нем год назад. Чтобы лучше понять своих питомцев, артист Юрий Куклачев попробовал новый кошачий корм. В итоге недовольными остались и его кошки, и он сам. Киевский зоопарк отправил нацгвардии бронежилеты собственного производства. В продажу поступили купальники для тех, у кого ноги от ушей. Жительница города Комсомольск наконец нашла и свою недвижимость в центре города. После празднования выпускного житель Каховки стал новым лицом теней Мэйбелин. Новости спорта в Чиста Ньюз. До старта чемпионата мира по футболу в Бразилии остаются считанные дни, а три стадиона все еще не готовы принять матч. Скорее всего, матч открытия чемпионата может состояться без трибун и в одни ворот. Российский боксер Александр Поветкин заявил, что все-таки надеется на матч-реванш против Владимира Кличко. Судя по заявлению, Поветкин еще не до конца оправился от удара в голову после первого поединка. Сборная России по хоккею, ставшая чемпионом мира, вернулась на родину. Прямо в аэропорту хоккеистов встретили коренные москвичи, которые в честь победы танцевали лезгинку и стреляли из автомата в воду. Руководство футбольного клуба «Шахтер» заявило, что клуб не вернется в Донецк, пока там не будут обеспечены необходимые меры безопасности. До этого времени «Шахтер» будет находиться в столице страны. Таким образом, впервые за много лет золотые медали чемпионата Украины останутся в Киеве. Пришло время нашего традиционного хит-парада сомнительных спортивных достижений. Итак, на третьем месте сегодня спортсмен замкнутого цикла. Как говорится, где-то находит, а где-то теряет. На втором месте девушка, которая спонтанно решила заняться спортом и также спонтанно передумала. А побеждает парень, которого так захватил баскетбол, что больше не отпускает. На сегодня новостей больше нет. Хотим напомнить, что сегодняшние наши новости полностью зависят от того, что мы делали вчера. Так что в наших с вами силах сделать завтрашние новости лучше. До встречи, берегите себя. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова